Абет блогеров с Акимом Алматы Ахмеджаном Есимовым в дорогом ресторане, закончившийся для троих интернет-журналистов скандальным арестом, не остался без внимания демократической общественности Казахстана. Да, может быть там Акиму, его там заместителям, помощникам не нравится там кое-какие вопросы, которые они будут задавать, но тем не менее, если мы в Конституции записали, что Казахстан является светским государством, то в любом случае запрещать, закрывать двери, выталкивать их, а потом в конце концов свернуть им руки и повезти в тюрьму, а потом быстренько, что за суды у нас, что за правосудие. Руководитель фонда журналистов в беде Рамазан Иссергепов назвал надругательством над законом арест блогеров, а глава организации «Либерти» Галым Агелеуов обратил внимание на то, что суд назначил всем одинаковое наказание, что, по его мнению, несправедливо. Поскольку Дмитрий Щелоков, например, только снимал происходящее на видеокамеру, то есть выполнял свой профессиональный долг. Впрочем, есть и другая версия столь странного поведения Цербера Факима. Похоже, что Исимов на старости лет подхватил звездную болезнь. Что, холопы с Челобитной не так пришли к Исимову, что ли? Мы вообще как народ уже ни на что не имеем права. Ни на землю, ни на еще какие-то вообще. Ни на что мы не имеем права даже проходить в нетонном месте, в ненужный час. Юрист бюро по правам человека Ирлан Калиев напомнил об этике госслужащего и о статусе журналистов, который находится под защитой закона. Но в Казахстане закон, что дышло, и потому неугодные чиновникам журналисты продолжают отдыхать на казенных шконках. Сегодня же стало известно, что по делу осужденных на 10 суток блогеров состоялось апелляционное заседание суда. Угадайте, каков результат? Служители Фемиды оставили предыдущий приговор в силе.